Один из таких героев, это Марина Аганицкая, она директора Бородянского психоневрологического интерната с геориатрическим отделением. Она очень долгое время была в оккупации, потом вышла и вот буквально вчера вернулась туда, где она была в оккупации несколько недель. Марина, мы вас приветствуем. Доброго дня. Вы, да, вы на прямой связи. И сейчас, если можно, мы вас попросим говорить с аудиторией на русском языке, потому что мы хотим, чтобы вас больше, количество людей поняло, и мы обращаемся сейчас к аудитории по всему миру, русскоязычной аудитории, как-то достучаться, что-то им рассказать. Марин, какая вообще ситуация с интернатом? Вот вы были там, давайте вот с этого начнем. Вы видели, что там сейчас, вот сегодня происходит? Вчера мне удалось проехать в Бородянку. Ну, знаете, без слез это все, очень сложно об этом говорить, потому что Бородянки нет. Это город уничтожен просто. Наш интернат, ну, не знаю, по каким-то, может быть, высшим силам, он устоял. И я уже рассматриваю, как бы нам скорее возвращать туда людей. Ну, просто то, что все переживы сотрудники, и все мы в Бородянке сегодня мало кто. Ну, люди боятся возвращаться в Бородянку, боятся возвращаться к работе, чтобы хотя бы как-то это все расчищать. Ну, уже начали, начали работы. Вы человек, над которым проводились вот эти вот издевательства, преступления русских, и это мы понимаем и кадыровцев, да? Вот сейчас одновременно мы хотим вместе с вами вспомнить вот вашими глазами, что это было, как вы это пережили, каким ужасом они привлекали украинцев и бородянцев. И расскажите, то есть это вообще вот сейчас вам тяжело, наверное, или вы это уже внутренне пережили, можете об этом спокойно рассказывать? Ну, это пережить, наверное, никогда нельзя будет, все это пережить, это горе. Но мы учимся, скажем так, с этим как-то жить. 24-го числа, когда, в принципе, во всей Украине у нас были первые взрывы, уже к 10 часам утра у нас прилетели первые вертолеты и начали бомбить Гастомель, а Бородян, как вы знаете, очень рядом. И к обеду уже у нас были полностью все военные действия, которые только можно представить. Сразу пропала вода, на второй или третий день свет пропал, в интернате было более чем 400 людей, потом, впоследствии, когда начали бомбить первые дома, которые вот непосредственно возле интерната, к нам начали приходить медные люди на эвакуацию, чтобы как-то уцелеть. Был такой период, когда у нас было около 800 человек, дети были, к нам эвакуировали больницу ближайшую, в Борзольскую, людей, детей, все были у нас. И когда нету света, тепла, тогда, помните, было минус 12 как раз, у нас от переохлаждения начали умирать люди, нас постоянно обстреливали. Ну, сложно об этом говорить, конечно, когда просто прилетают снаряды к тебе прямо в коридор, он не разорвался, ты его хватаешь руками и быстро выбрасываешь. Ну, это, наверное, такая реакция защитная, но ты его сразу выбрасываешь с балкона куда-то там дальше, и все ложатся на пол, и ты вот это вот все делаешь. Это страшно, ну, война, это вот не из книжки, не из кино, сейчас это все прокручиваем, вот так разговариваем, как будто бы точно фильм ужас какой-то. Марина, а как пациенты? Да, мы герои. Как пациенты? Марин, вы же ответственны еще за большое количество людей, которые на самом деле беспомощны в такой ситуации. Как они себя вели, как вы с ними разговаривали? Как разговаривали? Успокаивали, как детей. Это же, знаете, интернат психоневрологический, гериатрический в том числе и старики, дети эвакуированные, дети, которые к нам пришли на эвакуацию с родителями, ну и плюс, естественно, вот психоневробольные мужчины, молодые мужчины, старшие, они-то и некоторые из них, это же разные заболевания, боятся, когда их просто за руку берешь, а тут и взрывы, и все такое. Из-под кровати доставали, и на улице вылавливали, и некоторые убегали, потом нам их, ну, как-то там, интероборона привозила, это всякое было, очень сложно было с такими людьми быть вот в такой ситуации. Но были и такие, которые были очень-очень такими ответственными помощниками, например, мы кушать же готовили на кострах, не было другой возможности. А как выходили? Вот вы же выходили все оттуда, да, я так понимаю, что коридор был очень условным. Как это происходило? Как это происходило? Ну, во-первых, связи же уже не было с нами, еще последние дни, когда была связь, с нами постоянно были на связи там наши и начальники департамента, и облсовет, ну все. Вот-вот-вот будет коридор, вот-вот будет коридор, мы там готовились несколько дней, ну коридора не давали, как вы понимаете. Они же, когда нас взяли, вот эти кабировцы зашли и залетели машинами, там, я не знаю, сколько их, это был спецназ, все такие метра по два. Мне казалось, что я такая маленькая по сравнению с ними, что там по поясам, наверное, ну такие все, знаете, страшные люди, все с бородами, все как один, все страшные люди, только на вид страшные. А тут и все с оружием, эти все больные, бедные кричат, я их, где директор, сюда директор, в круг меня поставили. Ну, это очень страшно, водили по территории там и резать будем, и на веревке отправлять нацистскому президенту тебя, если найдем оружие, если найдем здесь тероборону у тебя. Ну, в общем, такое, не из приятных зрелищ, все вот эти люди стоят под прицелом, тебя водят, потом в круг поставили, записывают видео, как они нас освобождают. Вот представляется и говорит, я такой-то полковник, такой-то вот русской армии, такой-то полковник Мартынов, пришел вас, мы пришли вас не убивать, вы не бойтесь, тут не плачьте, мы пришли вас освобождать. Я так на него смотрю, говорю, за что? Он мне так смотрит на него, говорит, за что? За то, что вы живы. И чтобы вот ваши старики ходили на День Победы, мы вот здесь вот с такой-то целью, потому что ваша нацистская власть не пускает их на День Победы, выбрасывают все вот эти, портят памятники, потом не носят георгиевскую ленточку, они, кстати, все с георгиевскими лентами, такие все прям-прям-прям-прям, да, с одной стороны стали с автоматами, а с другой стороны, с которой запись идет, стали и улыбаются. Ну, такое вот, теперь вы под защитой Владимира Владимировича Путина, ну, мы это все послушали, я говорю, я могу идти, но он понял, что я ничего уж не буду дальше, он, иди. Ну, там много пошугали, постреляли и уехали. Сказали, теперь от вас, ну, здесь вы под защитой от вас, больше стекла падать не будут, вылетать. Ну, и что они сделали? Они нас территорию вокруг заминировали, установили винометы, техника, ну, блокпосты и до этого стояли же возле нас. И вот как нас, как живой щит, и от нас стреляли, куда хотели. Да, по нас уже особо не стреляли, наш интернат стоит, как бы, ну, целый, в той степени, в какой он уцелел. Но, ну, и как бы наши же не могли давать отпор, потому что знали, что там очень много людей. А они просто стреляли, куда хотели, вот, а мы как живой щит были. А эвакуация сама прошла. Это было утро, я шла по коридору, случайно, вот, смотрю, мы же все ждали с центральной дороги, что будут ехать автобусы там или как-то что-то. Иду с окружной дороги со стороны леса, едет колонна автобуса. Ну, это было, конечно, эмоции. И я и сейчас не особо могла об этом разговаривать. Вот, нам дали полчаса, они все зашли, они тоже не ожидали, что приедет этот, вот, коридор этот будет. Они сказали, что, ну, очень был долгий диалог, там, и меня, опять же, там начали, вот, куда едете, кто вас вывозит, ну, всякие такие вопросы непонятные. Я просто, просто я уже, ну, начала плакать, говорить, ребята, выпустите, я вас просто прошу, выпустите детей и стариков. Мы же не можем, мы же уже сделали братскую могилу на территории. От холода люди умирают. Еще в этот же день, 13-го, у нас еще было два покойника, и перед этим было два покойника. Ну, старые люди, но, тем не менее, это же, у них уже не было ни ухода, такого, как надо. Холод, медицинских работников фактически нету, никого нету. Ну, работники, ну, люди все разъехались, там осталось очень мало людей, которые со мной остались и ухаживали за всеми этими людьми. Поэтому, ну, все сложно было. Ну, как-то, я не знаю, как это все произошло, что им там, ну, нас выпустили. Нам дали полчаса, чтобы собраться, мы их быстро всех погрузили, они уже начали подстреливать, все, наши парни МЧС, Красный Крест, сказали, все, 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 быстро закругляемся, мы едем. И уже мы ехали, я не знаю, уже там, и стреляли сзади, и все такое. Марин, вы очень героическая женщина, на самом деле. Это история, которая, ну, это кино, ну, мы просто понимаем, что это все происходит вот здесь вокруг сейчас. Спасибо вам большое за все то, что вы делаете. Единственное, что, я не знаю, думаете ли вы сейчас об этом или нет, вот о каком-то формате возмездия сейчас в вашем сознании идет речь? Вот этим вот инстаграмным войскам, я не знаю, телевойскам, которые пришли к вам с бородами двухметровые. Как вы представляете наказание? Как я представляю наказание. Я ненавижу этих людей всех, вы понимаете? Это люди, которые просто, они пришли, мы же их не приглашали к себе, они зашугали все, они сделали с нашей, с нашего города, с нашей страны, с наших людей сделали просто мясо. С этих людей, которые жили мирно в этом интернате, никого не трогали, они просто всех сейчас разбросали, разбросала жизнь по 12 интернатах, люди плачут, не сегодня все хотят домой возвращаться, это больные люди. Я не могу им объяснить, что мы не можем возвращаться, что у нас война. О каком вообще мире, о каких братьях может идти речь сейчас? Не знаю. Я не знаю, как я это смогу прижить и сколько я это еще буду переживать. Вы знаете, еще раз, Марина, хочется выразить вам восхищение, вы невероятный человек и героически настолько, насколько ты понимаешь и представляешь, не дай бог в этом ужасе кому-либо оказаться, но вы нашлись в какой-то момент, да, и даже нашли в себе силы с этими тварями разговаривать, их на место ставить. И у меня слов нет, только одни восхищения вами, и вот на таких людях, наверное, держатся и другие судьбы других людей, тех людей, которыми являются для вас подопечными. Напомню, это Марина Ганецкая, директора Бородянского психоневрологического интерната с гириатрическим отделением. Вам огромное спасибо. Спасибо вам, Марина Машина. Мы будем держать с вами связь и очень надеемся, что в самое ближайшее время и восстановится ваша жизнь и жизнь тех людей, которые находятся рядом с вами. Вот это документы, вот это доказательства. Да, да, это документы, это документы. Друзья, ну что же, кроме всего прочего, вот эти вот...